С началом сезона Павел Арих сам себя поздравляет уже в поле. У него 40 гектаров, обрабатывает их в одиночку и все нужно успеть. Выходных практически нет. Выходной только тогда у нас, когда дождь, снег, непогода, когда нельзя работать в поле. А сегодня снег? А сегодня удачный день, чтобы боронить. Сухо, ветер. Если пропустить время, то потом вот эти комки, которые будут, они будут неразбиваемые. Фермер выращивает почти 50 тонн картофеля и по 40 свеклы и моркови. Свои затраты купает с трудом. Одна из проблем – цена на дизель. Павлу нужно 4 кубометра. На этот сезон месяц назад закупил по 38 рублей за литр солярку низшего качества. На заправках средняя цена сейчас 45. Поэтому эти минус полтора рубля после решения правительства страны большой роли не сыграют. Для Павла уж точно. В килограмме продукции процентов 10 заложено топливо. Вот, подставьте, от 45 рублей 2 рубля – это что получается? Даже 5 процентов. От 10 еще 5 – это песчинка. Себестоимости. И это непонятно еще, будет ли это постоянно, или это сделают на время, грубо говоря. Упасть цена дистоплива должна до уровня октября прошлого года – до 44 рублей. При том, что спад стоимости должен быть автоматическим. При переходе с зимнего дизеля она более дешевая летний. Но кривая цен солярки на Алтае с года в год растет. В Российском топливном союзе уверены – новые условия ощутят точно не фермеры. Оно в большей степени, скажем так, помогло логистическим компаниям, транспортным компаниям, тем же перевозчикам, пассажирским перевозчикам для того, чтобы не допустить очередного витка цен на и повышение стоимости провоза пассажиров. В Барнауле речи о повышении проезда сейчас действительно не идет. Но, по словам перевозчиков, вовсе не из-за снижения цены на солярку. В целом же, по мнению экспертов, снижение цен будет носить временный характер и, возможно, ограничится сроком в три месяца. А вот если бы цена на дизель упала на оптовом рынке, говорят все те же эксперты, эффект могли бы почувствовать многие, причем значительный период времени. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости.